Ну, во-первых, я хочу благодарить за то, что вы пришли. Сегодня я вообще не ожидал, что кто-либо принят. Это обычная практика для подобного рода мероприятий, которые организуются в избирательной комиссии. Меня зовут Георгий Огородников. Я буду на выборах Московского городского дома кандидатом в депутаты партии «Яблоко» по 34-му одномодатному избирательному округу, куда входят три района, полностью район Ясенева, часть района Зюзина и часть района Северного-Бутова. Я муниципальный депутат района Гагаринский, работаю уже два с половиной года. Все знают, полагаю, что работа муниципального депутата – это работа на общественных началах. Депутат не получает заработную плату за эту работу и осуществляет ее в свободное от работы время. Что, на мой взгляд, совершенно неправильно, потому что свободного от работы время очень немного есть, быть полностью занятым. Я в течение последних двух лет являлся государственным федеральным служащим, работал в Министерстве иностранных дел. Скажу вам, что заниматься профессионально, а работой любой, я полагаю, надо заниматься, тем более выборной надо заниматься профессионально и посвящать этому все свое время и всю свою энергию. Я вижу то, что не хватает местному самоправлению, а в последнее время идет, мне кажется, наступление на местное самоправление. Ликвидируются муниципалитеты из их штатного состава, в котором до 2012 года было 25 человек. Выводятся сотрудники в штатные структуры управ, и муниципалитеты переименовываются в администрации, в которой 34 человека. По сути, из местного самоправления мы имеем лишь представительные органы. Это 10, 12, 15 депутатов, которые представляют собой орган, который согласовывает. Он имеет право согласовывать, что, на мой взгляд, абсолютно неправильно, потому что согласование вопросов благоустройства, вопросов размещения парковок, вопросов капитального ремонта, вопросов тарифов. Этим должны заниматься люди, которые живут в конкретном доме, в конкретном дворе, на конкретной улице, в конкретном районе. Моё решение пойти депутатам, попытаться пройти в депутаты Московской городской думы, связано с тем, что я считаю, что только на уровне субъекта федерации, законодательного органа субъекта федерации, в коем является Московская городская дума, можно и нужно принять решение, законодательное решение, от которого зависит жизнь каждого москвича, в каждом районе, и в целом в мегаполисе. Москва, как вы знаете, была расширена в июле, с 1 июля 2012 года увеличилась 2,4 раза, сейчас её географический центр приходится на район коммунарки. Это огромный мегаполис, в котором существуют проблемы в каждом районе. Причём эти проблемы имеют системный сбой. И решить, я бы сказал, что решать проблемы нужно не индивидуально в районе, не посредством затыкания дыр. Проблема решается в городском масштабе. Для этого требуется политическая воля, для этого требуются эксперты, для этого требуется поддержка жителей, активных групп, у которых, естественно, есть претензии к власти. Вот я вижу свою роль в Московской Красной Думе, прежде всего, конечно, как законодателя. Законодателя корректировки законов, которые приняты в последнее время, при поддержке, безусловно, с обратной связью жителей каждого из тех трёх районов, от которых я баллотируюсь. Нужно, наверное, ещё сказать несколько слов о том, что в последние месяцы в Москве законодателями Московской городской думы были приняты решения в виде поправок к закону о статусе депутатов. Как вы знаете, сейчас в Московской городской думе работают 35 депутатов. Конечно же, это ненормально, когда 32 депутата из 35, это депутаты от одной партии, партии власти, Единой России, и всего лишь 3 депутата от Коммунистической партии. Фракция КПРФ при желании не способна воспрепятствовать принятию какого-либо закона, навязанного одной партии власти. Я считаю, что положение, которое имеется в Московской городской думе с 2009 года, это ненормально. Более того, воспользовавшись своим большинством, преимущественным большинством, правом так называемого контрольного пакета депутатов партии Единой России проголосовали за то, чтобы следующий состав Московской городской думы был непрофессиональным, чтобы туда входили представители разных слоев, что, в общем-то, звучит неплохо. Общество, врачи, педагоги, актеры, певцы, это, может быть, это правильно. С другой стороны, можно ли заниматься вопросами законотворчества на непрофессиональной основе? Предполагается, что депутаты следующего состава, шестого состава Московской городской думы будут заниматься вопросами в Московской городской думе на общественной основе. Это означает, что им по новому закону, который принят, по-моему, 25 июня, дается всего лишь шесть рабочих дней на то, чтобы они работали как депутаты, встречались с избирателями, приходили на заседания. Своего рода это возврат к советской системе. Тогда, когда депутаты Моссовета не расставались с своей основной работой и приходили на заседание Московской Моссовета как в театр, на сеанс. Тогда, когда им все законопроекты были подготовлены специалистами. Правильно ли это? Я думаю, что это неправильно. Я думаю, что человек, который избирается в районе, в том или ином районе, должен понимать свою ответственность перед своими жителями. Это раз. Во-вторых, он должен быть профессиональным. Профессиональным лучше, если он знает право. Если он разбирается в каком-то количестве вопросов тревожных москвичей, как, например, вопросы межевания придомовых территорий, как вопросы экологии, как вопросы капитального ремонта, защиты прав по праву жителей в сфере ЖКХ, вопросы транспорта, вопросы управления, вопросы самоуправления. Вот то, что мы сейчас имеем в Московской городской думе, вернее, имеем и будем иметь, на ближайшую перспективу. Полагаю, что это движение как в вопросах самоуправления, так и в развитии Московской городской думы, шаг совершенно в неверном направлении. Нам нужно, мне кажется, принять законы, которые создадут основу для реформы как местного самоуправления, так, собственно говоря, и изменит роль Московской городской думы. Я искажу из того, что должен в Москве, как и во многих городах мира, столицах мира, реализовываться принцип разделения власти, что, собственно, не так в Москве. В Москве, к сожалению, власть сконцентрирована у московского правительства, у исполнительной власти, у мэрии, которая не имеет со стороны законодательства, со стороны депутатов Московской городской думы нужного контрбаланса. Все эти решения, которые принимает правительство Москвы, требуют контроля, контроля со стороны депутатов Московской городской думы. Де факто, не просто де юре, все-таки Московская городская дума это не ширма для правительства Москвы в том, чтобы отштамповать решения правительства, какими бы они ни были. Я выступаю за то, чтобы Московская городская дума была сильным, законодательным городом, чтобы в городе были возвращены права, которые были еще с 90-х годов, чтобы была проведена силами Московской городской думы в результате законодательных решений принята реформа самоправления в Москве, чтобы жители имели право на выбор, на прямой выбор глав муниципальных округов. Я считаю, что необходимо передать управы правы органам местного соуправления. Я считаю, что депутаты, советы депутатов в каждом муниципальном округе должны иметь право назначать главу правы и требовать его отчет и при неисполнении его служебных обязанностей принимать решение о его отставке. Глава управы, с моей точки зрения, должен работать в муниципальном округе как сити-менеджер, как нанимаемый по конкурсу Советом депутатов администратор, который выполняет решение Совета депутатов. Далее. Мне кажется, что вопросы, которые стоят перед районом, могут и должны решаться посредством выборных представителей, как в Совете депутатов на местном уровне, так и в Московской городской думе. депутат Московской городской думы, которого будут выбирать 14 сентября, это ключевая фигура для района, для всего избирательного округа, поскольку от его позиции во фракции, в целом в думе зависит во многом принятие решений в районах. На этом я хотел бы остановиться. А вообще в Московской городской думе в какие еще комиссии вы хотели бы войти? Я бы хотел, в случае прохождения Московской городской думы, я бы хотел работать, естественно, в комиссии по законодательству, в той комиссии, в которой сейчас работает действующий депутат, который избирался, по-моему, четыре раза от вашего района. Я не озвучиваю и не называю. Я вообще стаженник того, чтобы не называть на встрече избирательных имен. Так ваш первый закон, какой бы вы приняли? Ну, если я иду, естественно, с программой, с тезисами реформы местного субправления, естественно, я бы предложил наработки к закону по реформе местного субправления в городе Москве. Ну, туда бы вошли главные тезисы. Это прямые выборы глав муниципальных округов. Это создание контрольных органов, органов местного субправления, которых нет в городе Москве. Это вопросы имущества, у муниципальных округов. В каждом муниципальном округе своя ситуация. Вот, например, есть округа, где муниципального имущества нет. Там есть имущество, которое передано гостом. А что подразумевается по муниципальному имуществу? Это здания, дома, что это вообще? Прекламные щиты, которые сейчас как грибы после дождя. Вы имеете что-то, когда муниципальному имущества? Это объекты, объекты, на которых осуществляется выполнение, исполнение вопросов, при выполнении вопросов местного значения. По федеральному закону, 131-му закону, Москва, к сожалению, это закон... Это как-то контролирует количество места размещения рекламы. Бюджет пополняется с этого? Я применитель к нашему району. Мы бы прозволить, и у нас в другом одни рекламные щиты. Местные органы власти, местные органы власти, депутаты и органы на соответственно муниципалитета или администрация не имеют полномочий. А чьё это? Это гороходное место? Это гороскоп. Нет, нет. Значит, на эту рекламу заключает управа ЭДЭС. Управа, это небольшие права. Давайте всё-таки начнём с ОЗОР. А, ну дорога, я не знаю. Давайте начнём с ОЗОР. Давайте начнём с ОЗОР, да, то есть, чтобы не путаться в терминологии, да. Значит, местное самоправление, что такое местное самоправление, хотя это опять лекция, вы опять будете недовольны в том, что это лекция. Значит, местное самоуправление и государственные институты власти входят в общую систему публичных органов власти. Органы местного самоправления по 12-й статье Конституции не входят в систему государственной власти. Я уж не знаю, так сказать, это шокирует или не шокирует, но я хочу сказать, что местные органы власти, они никаким образом не находятся в управлении правительством Москвы. Это самостоятельная система власти, наиболее приближенная к населению, выбираемое население и ответственное перед населением. Вот так должно быть. Так? 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 Можно я, кстати, завершать какие-то экологические темы? Так написано в европейской харте местного самоправления, которое Россия подписала в середине 90-х годов. Так вот, правительство Москвы является органом государственной власти, исполнительным органом государственной власти. Московская государственная дума является законодательным органом государственной власти. Префектуры и управы являются территориальными структурами власти, исполнительной власти правительства Москвы. Вот, собственно говоря, о чем мы сейчас говорим. Я хочу сказать, что ни управа, ни префектура, ни правительство Москвы к муниципальному уровню власти не имеет никакого отношения. То есть, неполномочно его контролировать. Однако, есть нюансы. Дело в том, что правительство Москвы имеет право передавать исполнение государственных полномочий, ряда государственных полномочий, как, например, опеку, на местные органы с выделением соответствующих финансовых средств. Исполнение этих возложенных обязанностей на местные органы власти правительство Москвы может контролировать. Вот только эти. По стране, по стране федеральное законство 31-го работает. Работает, работает, ну, так или иначе. То есть, он был принят в 2003 году, уже прошло. Борисович, вам не место в Московской городской думе. Вам надо в Государственную думу. Давайте спустимся на нашу району. Давайте. Проще, легче, веселее. Рекламные щиты, которые выросли у нас, как после дождя, грибы. Кому приносят доход? Как мы, жители, можем это контролировать? Как депутаты вести? Муниципальные. Вы можете? Муниципальные. Вы разрешение даете? Нет. Куда идут деньги? На простом примере, приведу, у нас висят рекламные щиты на каждом доме. Прихожу в наш жилищник. Спрашивают. Ребята, а где деньги? Да что, какие деньги? Благотворительно, просто, безвозмездно используются наши муниципальные. То же самое, вот это наше муниципальное образование, это наша земля. Вдруг вырос рекламный щит. Три на два. Куда идут деньги от этой рекламы? Где они? На район? На город? Смотрите. Или вы не знаете? Я рассказываю логику. Можно я точно скажу кому? И могу договора показать. По каждому счету рекламному заключается договор. Кем и с кем? Это все на путь собственности города. Нет. Значит, вы право заключаете договор с фирмой «Чистый город». У нас бюджета складывается с нашей же округа, правильно? Лист повесит 6 рублей в сутки. Там ребята хорошо деньги делают. Но она не работает, боюсь, что так. Нет, дело не в этом. Смотрите, я же вот, когда мы начали говорить про собственность, я сказал, что в одном округе собственность, вообще собственность передана городом изначально. То есть муниципалитетов, когда муниципалитеты создавались, им, ну в общем, этим образованием город передал собственность. В чем она будет? В здании, где они находятся? Но в тех хозяйственных объектах, где осуществляется выполнение вопроса местного значения. Вот так это звучит в законе. Может быть, вам не нравится, что я так скажу. На спортивной площадке вот это что-нибудь. Совершенно верно. Спортивной площадке. Домов нет, ты не думай, нету домов. Спортивной площадке, песочница, вот это, наверное. Кто дал право, мы понимаем. На общедомовом имуществе. Да, на общедомовой. Куда идут деньги? Вот, чтобы на доме, вы понимали, да? Общедомовая, да. К этим перейдем, если уж начали. Я вам объясню, чтобы повесить за день, они берут 6 рублей за лист А4. Вот на каждом листе это 9, да? А есть вообще облиплено. А в лифтах висит, вы посчитаете и на круг. Это везде, я могу договора показать. Заключает управа, ДЭС между собой заключает и чистый город. И ребята шуруют. Наверное, в случае с Яшневой, это, наверное, ГБУ жилища. Да, да. Не, ну, мы управляющие компании. Владимир Владимирович, это тезисный момент партии «Яблоко». Это упразднение ДЭЗов и ГБУ жилищник, который создан в ряде районов Москвы. Вы совершенно... Да, и у вас тоже. Это, собственно говоря, программный лозунг. Соответственно, так сказать, все, что написано, соответственно, это, в общем-то, программа действий, план действий. А что замена? В замен... В замен... Не работает. В замен что? То есть, те преимущества, которые нам озвучивают, якобы все в одних руках, любую дыру заткнем, все сделаем. Да не в дырых в одних руках. Это монополия. Монополия не является профанацией. Монополия является неэффективным способом решения проблем. Вот сейчас главному может быть, извините, вот сейчас вот такой вот тезис. А может, это нецелесообразно? Как у нас такое есть выражение, когда мы что-то спрашиваем, а что это нецелесообразно? Может, цель-то была другая? Не обслуживать дома, а просто все деньги. Я полагаю, нецелесообразно. А не в ДЭЗе сейчас-то это делали. Я полагаю, что нецелесообразно ручное управление из центра. Вот что нецелесообразно. А наиболее эффективно показывают и примеры различных субъектов Российской Федерации, так и зарубежный опыт показывают, что управление... Давайте что-то не совершили, там порядок, правильно? Нет, нет, ну а куда-то двигаться? Там порядок в любом доме. Как он образуется? К нам это применимо. Насколько я знаю, там в какой-то доме не был, там один человек на профессиональной основе, управляет. А собственники его просто выбрали. Они ему дали зарплату, сказали, мы тебе платим. Ты выполняешь наше решение. То есть решили мы постричь газон, он нанял компанию, постричь, почитался. В нашем случае, вот допустим, чтобы мне урну убрать, нужно заявление написать на Канаева, который даст команду еще кому-то, начальнику третьему участку, третий участок даст команду технику, техник даст команду гастабайтеру, который вообще ее не найдет, и она останется вот такая. Жизнь в районе, в каждом из трех районов, в Зюзнин, в Ясенево, в Северном Бутове, она зависит, конечно, не от депутатов, она зависит от вас, от жителей, и от вашей гражданской позиции. Можно голосовать, можно не голосовать, можно ходить на выборы, можно участвовать в наблюдении за выборами. Ваша жизнь зависит от того, насколько вы активны, насколько хорошо вы разбираетесь в людях, насколько правильно вы оцениваете обещания, стоит ли за этими обещаниями, за словами. Хочу сказать, что москвичи достойны лучшего, лучшей жизни. И заслуживает депутатов, которые предлагают выбор. Выбор у вас, москвичи, есть. Спасибо. Спасибо.